Матери с детьми от полутора до трех лет, не обеспеченных детскими садами, необходимо материально поддержать. Дополнительное поручение разработать такой механизм дал профильным ведомствам глава Якутии. На совещании Егора Борисова сегодня рассмотрели ход исполнения указов о социальной поддержке отдельных категорий граждан и о мерах поддержки многодетных семей, изданных 21 апреля этого года. Тему продолжит Туяра Филиппова. Профильные ведомства отчитались, какие разработаны механизмы реализации указов и как рассчитаны финансовые средства. В первую очередь помощь получат малоимущие семьи и граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, преимущественно в сельской местности, а также семьи, которые имеют 10 и более детей. Им, к примеру, будет предоставляться единовременная социальная выплата на строительство жилья. Дополнительно глава Якутии поручил помочь матерям, у которых дети до трех лет не обеспечены детскими садами. Минсотзащиты поручено еще раз пересмотреть критерии нуждаемости малоимущих семей, потому как, к примеру, в Магарасах горного района, по действующей методике расчета, не учитывающей доходы от продажи сельхозпродукции, малоимущими признан аж 70% жителей села. Между тем, спортивные и культурные учреждения республики уже начали предоставлять льготы, предусмотренные указом. Согласно указу главы республики Якутии, от 24 апреля 2017 года дети из многодетных семей, имеющих 5 и более детей, также проходят в музей бесплатно. Егор Борисов сегодня еще раз акцентировал внимание членов кабинета министров на необходимости информирования населения и глав поселений о новых возможностях получения помощи от государства. И теперь надо, чтобы люди на местах эту помощь почувствовали. Туяра Филипова, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.